Всем привет, с вами Аня и добро пожаловать на мой канал. Мы продолжаем играть в Тока Бока и сегодня я покажу вам еще больше игровых секретов и лайфхаков. Так что заваривайте что-нибудь вкусненькое покушать и поставьте пожалуйста лайк под видео, так вы очень меня поддержите. Ну а мы начнем с обновлений. Перед заходом в игру у меня очень много обновлений и кто интересуется как и где я обновляю игру, то это Apple Store. Вот таким образом мы сейчас это с вами сделаем. Следующее куда мы отправимся это конечно же новый микс и посмотрите друзья новый видеоролик. Давайте его включим и посмотрим. Две минутки длится. Тоже какой-то трейлер, помните этих героев? Еще был опросик, надо было выбрать парня. Так, неужели эта девочка сейчас влюбится в того мальчика? То есть появилась новая парочка или мне кажется? Они пытаются что-то купить? Какой-то напиток? А может быть на этот раз эти парни влюбятся в какую-нибудь девушку и будут думать план? Та девушка продолжает мечтать о семье с этим мальчиком. Тот конечно же в шоке, то что он состарится. Друзья, что здесь творится? Мальчик следит за ней, ему понравились духи. Возможно это наш татанамек. Так, а вот этот вот тот фрагмент, который черно-белый, из другого ролика, где девушки устроили слежку. Я так полагаю, они хохотятся за сэндвичем, а не за этим мальчиком. В конце парням почесались и ролик закончился. Друзья, очень-очень странно. Я честно не знаю, что бы это могло значить, но давайте пролистаем вниз. И нам надо выбрать громкое чавканье или вот там где-то он чешется. Все у него что-то зудит. Давайте выберем первый, не хочу я чесаться там. В следующем опросе нам надо выбрать первую эмоцию, вот такую вот тошноту и смущенную, наверное, эмоцию. Давайте выберем вторую. 69% за второй вариант и 31% за первый. Какие-то странные опросы, мне неловко их проходить, если честно. Да, один лучше предыдущего, таракашка или собачий корм. Я не знаю, друзья, что мы можем выбрать. Давайте выберем первый вариант. Слишком счастливый червяк, чтобы его не выбрать. 49% за червячка и 51% за второй вариант собачий корм. Этот трейлер мы уже видели, по-моему. Тут тоже опросик. Надо выбрать круг или вот такую вот статуэтку. Если честно, я бы сейчас поплавала в круге. Не знаю, что бы это значило, но 63% за первый вариант и 37% за второй. Также нам показывают трейлер нового домика. Мы уже его получили, так что, друзья, сегодня обязательно его посмотрим и какие-нибудь лайфхаки провернем. Следующий опросик. Солнце или вот такая вот луна, наверное. Затмение. Мне очень нравится затмение с розовым носиком. 63% за второй вариант и 37% за первый. Следующее, что нам надо выбрать, это цветы или шарики, наверное, на День всех влюбленных. И я хочу выбрать цветочки. 71% за первый вариант и 29% за второй. Обожаю цветы. Кстати, друзья, пишите в комментариях, как вы отметили День Святого Валентина, сколько вам валентинок подарили. И если никому ничего не подарили, знайте, одна валентинка вам прилетает от меня. Я вас всех обожаю. В следующем опросе нам предлагают выбрать чаечек или какой-то необычный острый напиток. Я такой даже не пробовала, но очень интересно бы его попробовать. Поэтому выберу его. 75% за первый вариант и 25% за второй. Никто не хочет экспериментировать, только я что-то непонятное выбираю. Посмотрите, друзья, какие счастливые Нари и Рита. И опросик. Вафли или шлем? Ну, конечно же, еда. Зачем нам этот шлем? Он не такой уж и вкусный, как эти блинчики, как эти вафельки. 86% за еду и 14% за шлем. Мы почти что дошли до самого конца. И тут надо также выбрать эмоцию. Счастливую вот такую вот сердечками или удивленную. Но, конечно же, восторг. Это же одно из самых прикольных обновлений. Друзья, с прокладками мы уже все проходили. Мы тогда полностью задумались. И сегодня я тоже задумалась, особенно над началом. Уж очень странные опросы. И вообще, весь этот ролик тоже подозрительный. Но давайте покинемикс и будем загружаться в игру. У меня светится подарочек. Сейчас заглянем на почту. Пролистаем карту вправо. Опа, подождите, у меня здесь написано, есть новые предметы. Давайте откроем. И вот наш новый домик. Друзья, я так счастлива. Давайте его построим. И чуть позже в него загрузимся. А пока что забежим на почту. Она, кстати, обновленная. Обратите внимание, в стиле дня всех влюбленных. Добавили вот такие вот сердечки сверху. Мы также их можем убрать. И снова активировать. Достанем своего персонажа. И возьмем талончик. Номер один. Проходим на почту. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, взять свой подарочек? Да, конечно. Давай же талон. Вот, держите. Чпонь, проходите. Спасибо большое. Проходим, друзья, на почту. И я, в принципе, догадываюсь, что нас сегодня ждет. Потому что видела некоторые спойлеры. Но давайте нажмем на кнопочку. И узнаем. Ой, подождите. Еще один будет подарок. Но это понятно на день всех влюбленных. А что еще? И еще один. Вот такой вот подарочек, который был из трейлера. Давайте их откроем. Посмотрите, друзья. Вот этот подарок я почему-то не ожидала. Здесь какой-то конверт. Мне написали какое-то любовное послание. Я думаю, вам всем его написали. И внутри открыточка. Мы также можем налить этот новый напиток, который был в вопросе. Посмотрите, друзья. Интересно, он будет со стринкой? Нет. Он довольно вкусный. Персонаж никак не морщится. Еще нам подарили цветы. Ой, друзья. Обратите внимание. Цветы мы можем закинуть в конверт. Это бак или какое-то тоже обновление непонятное. Вместо вазы у нас все в конверте лежит. Я могу поднять конверт только когда букетик в воздухе. Посмотрите, друзья. Это очень странно. Очень подозрительно. Новые бокалы и напиток. Вот такой вот первый подарочек. Давайте откроем следующий. И в следующем мы получаем духи. Надо было упаковки поменять. Вот это больше похоже на день всех влюбленных сердечками. Довольно эстетичный букет. Мне очень нравятся цвета. Особенно открытка милая и симпатичная. Так что, друзья, забегайте на почту и тоже получайте подарочки. А мы покидаем здание и сейчас загрузимся в новый домик. Пролистаем карту влево. И вот этот домик. Предлагаю его сначала осмотреть. Какой он большой. Ух ты, вот эта дверь очень красивая. С прозрачным окном. Мне так нравится. Мы можем заметить бамбук. Он у нас есть в редакторе. Давайте пролистаем вправо. Неоновый домик и особняк. Какая-то смесь. Какая же красивая комната в конце. С большим окном. Мне очень нравится, друзья. Давайте достанем персонажа. Сейчас хочу показать два лайфхака. Как можно обустроить некоторые комнаты. Первую комнату, которую мы обустроим. Вот эта вот, балкончиком. Может быть это не балкон, а какой-то выход в отбор. И я предлагаю здесь организовать место для йоги. Для этого возьмем, во-первых, коврик для йоги. Любой можно взять коврик. Я допустим синенький возьму. Следующее, что мы поставим, это столик. На столик я хочу закинуть поднос. Но так просто мы его не закинем. Сначала упакуем в подарочек. А потом поставим на столик. И здесь уже откроем. То же самое проделываем со вторым подносом. Кстати, вы можете выбрать любой. Это все на ваш вкус. Его тоже здесь открываем. И он у меня куда-то мимо падает. Это у меня здесь ничего не получилось. Почему ты падаешь мимо, эй? Я не понимаю, друзья. Он у меня не упаковывается. Вернее, упаковывается, но распаковывается где-то в пустоте. Вот, все отлично получилось. Посмотрите, какая прикольная и интересная конструкция. Она мне нужна для свечек. На эти подносы мы поставим свечки. И найдем еще одну длинную. Сбоку мы поставим радио. И какой-нибудь цветочек. Вот, пускай радует наш глаз. Конечно же, не забудем про освещение. Установим мое любимое. Вот с такими вот лампочками. В разделе с коробочками достанем корзинку. А в эту корзинку мы сложим другие коврики. Я покажу вам, где достать еще больше классных вещей для йоги. Место, где рождаются персонажи. Посмотрите, друзья. Здесь мы можем собрать вот такие вот вещи. Кстати, обратите внимание на свечки. И другие цветы. Ой, я не могу нарадоваться. Какой же он красивый. Вы уже купили обновление? Или где-нибудь скачали? Делитесь своим мнением в комментариях. Вот такой уголочек у меня получился. Берите его на заметку, друзья. А мы будем покидать домик. И переходить к другим лайфхакам. Листаем карту вправо. Загружаемся на почту. Хочу показать вам здесь один интересный чайник. Доходим до полочек. И листаем вниз. И вот он находится в желтой коробочке. Передаем эту коробочку персонажу. И покидаем почту. Возвращаемся в домик. Давайте достанем наш наборчик. И сейчас хочу показать вам его интересные свойства. Мы можем наливать этот чай издалека. Либо персонаж пьет прямо из чайника. Хотя нет, реально чай наливается как-то с воздуха, с высока. Например, так делают в восточных странах. Чай наливают с большой высоты. И так он насыщается кислородом. И улучшается аромат. Чтобы вы понимали, зайдем в раздел с кухней. И достанем здесь любой чайник. Если мы попытаемся так сделать с другим чайником, у нас ничего не получится. То есть так чай мы не нальем. Лишь если прикоснемся к этой чашечке. Но вот этот чайник может так делать. Берите это на заметку. Следующее, что я хочу показать вам, это как сделать классный настенный декор. В редакторе комнаты достанем столик упаковочный. Далее заходим в раздел с игрушками. И нам надо найти подушечки. Вот такие вот розовенькие, с цветочком. Я возьму три штучки. Их, друзья, нужно упаковать. И распаковать уже в воздухе. Для этого нужны ловкие пальцы. Давайте быстренько это сделаем. Хоба, подождите, у меня все мимо. Ань, твои пальцы нифига не ловкие. Вот, получилось. И последний подарочек. Давайте мусор уберем. В разделе с растениями достанем такие вот цветочки. Вы спросите, Ань, а для чего тебе были нужны эти подушки? На них мы поставим вазу. В разделе с игрушками пролистаем в самый низ. И достанем новую розовую вазу. Ставим в серединку. И такие красивые подставочки у меня получились. Ну а вазу вы можете поставить букет. Тоже новые букетики у нас вышли. Вот такие яркие. Такая интересная декоративная фишка. Следующее, что я хочу сделать, это обустроить вот это вот начало. Мне очень хочется сделать кое-что, друзья. А именно, повесить кресло. И сделать здесь зону отдыха. Для нее нам всего лишь понадобится взять столик. Ну а на этот столик вы можете поставить вкусняшки, какое-нибудь освещение. И конечно же, первым делом я бы и поставила освещение. Потому что, ну кто-то хочет есть вкусняшки в темноте, друзья. Такая чайная зона у меня получилась. Вы также это дело можете оформить ковриком. Я думаю, подойдет вот этот. К сожалению, мы не можем вот это вот поменять. Но можем поменять внутри. И они чем-то похожи, кстати. Достанем снова упаковочный столик. И сейчас хочу показать вам лайфхак. Как сделать пирамиду из коробок. Возьмем самые простые коробки. Но это можно сделать с чем угодно. Я пока что сделаю с коробками. То есть так вот мы не сможем поставить коробку в коробку. А если упакуем подарочек и закинем его в коробку. То здесь его сможем распаковать. Таким образом, вы можете делать большую пирамиду из коробок. Я думаю, это пригодится, если вы снимаете какой-нибудь тематический сериал с переездом. И вам надо переносить много коробок. Вы также можете упаковывать корзинки. Делать корзинки в корзинке. Ой, кстати, а вот это здорово выглядит. Можно в какую-нибудь прачечную поместить. Да все что угодно мы можем упаковать. Даже вот эти вот штуки мы можем упаковать. И делать какую-нибудь прикольную лесенку. Почему бы и нет. Мы также можем мусорку упаковать. Пробуйте, друзья. Экспериментируйте. Сейчас покажу вам, как сделать красивый новый душ. Для этого возьмем основу. Под основой я подразумеваю вот эту вот. Вот эту вот конструкцию. Далее. Заходим в раздел с освещением. Ищем пальму. Золотую пальму. Таким образом у меня получился настоящий золотой душ. Это не то, о чем вы подумали. Но все это дело можно дополнить тоже какими-нибудь столиками. Полочками. И поставить декор. Я думаю, душ получился нереально прикольным. Вы также все можете включить и им пользоваться спокойно. И еще один интересный лайфхак, который я хочу показать, связан с детской горкой. Давайте зайдем в редактор комнаты. И в разделе с игрушками найдем эту детскую горку. Поможем повесить телевизор и задвинуть горку. Таким образом получается что-то вроде интерактивного окна. Прям реально какой-то подводный мир. А можно все обустроить так, что не будет видно стен, не будет видно вообще горки. И вы будто находитесь под водой. Украсить ракушками, игрушками. Вы можете также сделать передачу. Будет мужичок вещать. Например, направить на камин. И такой второй домашний стиль. Давайте выйдем из домика и забежим снова на почту. Возьмем один предмет. Находим упаковку с пельмешками. И передаем персонажу. Покидаем почту. И ее мы можем использовать как ланчбокс. Допустим, друзья, вытащить эти пельмешки, хотя зачем их вытаскивать, их можно как бы здесь и оставить. Но я хочу показать вам, что сюда можно поместить совершенно любую еду. Такой вот ланч у меня получился. Берите это на заметку, друзья. Очень практичные коробочки. А следующий баг, который я хотела вам показать, связан с вот этой комнатой. Зайдем в раздел со шкафчиками. И достанем вот такие вот туалетные столики. Если мы поставим их в самый низ, теперь мы сможем приклеить персонажа к стене. Давайте его достанем и просто сюда примагнитим. Посмотрите, друзья, я не знаю, почему это такая нормальная зона. Я так делала в других домиках. У меня ничего не получалось. Это получается только с этими столиками. Мое лицо стало зеркалом. И ваш персонаж такой застыл. Или наоборот, какой-нибудь персонаж управляет вами. И другого персонажа примагнитил к стене. Пришибла прям к стене. Гвозди не хватает. Картины. Ваш персонаж картина. Что-то вроде галереи будущего. Какие персонажи были в прошлом? Что я делаю? Я не знаю, друзья. У меня картинная галерея из персонажей. Выходим из особняка. Хочу показать вам еще одну идею для какого-нибудь фильма или сериала. Давайте сначала переведем на ночь. И пролистаем карту влево. Надо найти парк. Там, где продают мороженое. Здесь есть костер. Он уже горит. Все как надо. И так же здесь есть лягушка. Если мы ее сюда закинем, она будет одинакового цвета с этим огоньком. Я не знаю, почему мне это пришло в голову, но это прикольно смотрится. Будто бы какая-то волшебная лягушка. А может быть мне лишь кажется и лучше вообще уже не играть. Аня, ты серьезно переиграла. Зачем ты поджигаешь лягушку? Друзья, она просто волшебная. Никакого живодерства нет. Это пылающая лягушка. Вот мы можем ее так же покормить. И она обязательно исполнит ваше желание. Мне на минуту показалось, она цвет поменяла. Какой-то радужный стала. Все, у меня реально уже крыша едет. Следующее, что мы с вами сделаем, это поищем парочки. Да, друзья, давайте загрузимся в зоомагазин. И я покажу вам первую парочку. Как-то не обращала внимания, но здесь есть два похожих котика. Вот с такой вот перевернутой буковкой М. Рыженький котик. И серый. Вот такая вот первая парочка. Покидаем локацию. На этой же карте загрузимся в ветеринарную клинику. И возьмем первого питомца. Здесь мы возьмем белого. И осталось бегать на почту. В одном из подарочек нам достался питомец с кепочкой. Что-то вроде трех моржей из прошлого выпуска. Возможно, устроим батл с моржами. Выходим из почты. И завершить выпуск я хочу обустроечкой. Вот было бы здорово, если бы в Токобока добавили кинотеатр. И я подумала, как бы он выглядел здесь. Давайте попробуем немножко его обустроить. Сначала очистим помещение. И первое, что мы сделаем, это, конечно же, темные стены. И темные полы. Далее, что нужно сделать, это занавесить окошко. Устанавливаем наши телевизоры. В разделе с освещением возьмем наши любимые полосочки теперь. И повесим куда-нибудь на стену. Также кинотеатр я хочу оформить сияющими звездочками. Конечно же, сбоку у нас будет продаваться попкорн и напитки. Вот такой кинотеатр у меня получился, друзья. Берите его на заметку. А я буду заканчивать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Я вас всех очень сильно люблю. Пишите в комментариях ваше мнение по поводу нового домика. Я всем желаю любви и счастья. Мира, добра, позитива. И, конечно же, много вкусной пиццы. Всем удачи, всем пока.